Друзья мои, всем огромный привет! Я безумно рада, что вы кликнули на этот ролик. Если вы его смотрите, возможно, у вас проблема с потерей мотивации, с тем, что у вас исчезло вдохновение, с тем, что вы перегорели, или с любым подобным смыслом, который не укладывается в эти конкретные понятия, но проблема блуждает где-то рядом. Я из тех людей, кто бесконечно сталкивается с подобными проблемами, как бы я ни старалась этого избежать, как бы я ни старалась что-то менять, делать, я уже переделывала просто тысячи и тысячи вариантов всего, что только можно и нельзя. Но у меня есть несколько очень классных и хороших советов, которые, по крайней мере, помогают мне. Я очень надеюсь, что хотя бы один пункт из того, что я сегодня расскажу, поможет вам как-то перезагрузиться или посмотреть на проблему с другой стороны. В любом случае, что бы у вас не было в жизни, помните, это не конец, в каком бы сейчас вы в состоянии не были, в каком бы раздрае вы сейчас не сидели и плакали перед этим роликом, в попытках, в поиске нужной информации, как с этим справиться. Просто выдохните и нажмите на стоп, успокойтесь на 5 секунд, просто успокойтесь и с холодной головой посмотрите этот ролик или другие подобные, которые вы уже запланировали дальше к просмотру. Я желаю вам всем приятного здоровья, видите, оговорка по Фрейду. Я желаю вам приятного просмотра и, конечно же, самое главное, ментального здоровья, потому что мы живем в такую эпоху, когда оно необходимо всем. В общем, ребята, не будем долго тянуть и приятного просмотра. И первый совет, который нужно понять, первая вещь, которую нужно принять и которая вам поможет справиться с вашим состоянием, как бы парадоксально это ни звучало, нужно понять то, что вы никогда не будете постоянно на подъеме. И то, что у вас сейчас упадок, это нормально. Мы все так живем, мы все так устроены, жизнь, она идет, события меняются любые. В семье, в личной жизни, в вашем здоровье, в вашем самочувствии, гормональный фон, все вот эти вещи, все абсолютно, вот все влияет на ваше состояние. Таймите, что это нормально. Вот как только вы это примете, вы дадите себе какое-то время на вот это переживание этого состояния, и вам будет гораздо проще двигаться дальше. Вместо того, чтобы загоняться, почему так случилось, что со мной не так, почему вот я такой вот весь вот это все, вместо того, чтобы вот это все перемусоливать, скажите себе, да, сейчас так, завтра будет лучше. Как раз таки это самое лучшее время, чтобы перезагрузить свою голову, переосмыслить какие-то вещи, взглянуть по-новому на свою жизнь, и сделать выводы, и открыть следующую страничку. Я уверена, что вам это поможет, вот если вы посидите и всерьез об этом подумаете, что это на самом деле нормально, и не было бы кучи роликов на ютюбе, и никто бы вам подобного не говорил, если бы это было ненормально. Но каждый человек, абсолютно каждый с этим сталкивается, и это тоже то, что должно вам помочь, что вы не одиноки в своей проблеме. Второй, безумно-безумно важный и вообще один из самых, наверное, эффективных методов, которые на меня работают, я не знаю, как правильно называть, это возможно, это даже в психологии как-то называется, но я назвала его так. Сделать себе маячки. Я не знаю, почему маячки, я не знаю, почему это так, сейчас объясню, в чем суть. То есть, когда вам хорошо, когда вы счастливы, когда вы в состоянии, когда думаете, все, я меняю свою жизнь, сейчас я просто, я на такой высоте, что можно просто, ух, позавидовать. В такие моменты зафиксируйте это состояние на будущее. Ну, в общем, подстрахуйтесь, скажем так, вы должны понимать в любой момент подъема, что, конечно же, это тоже временное состояние, и, возможно, будет спад, возможно, что-то еще случится. Просто главное, зафиксируйте очень четко ваше состояние успеха, счастья, любви, вот когда вы в самом моменте. В следующий момент может случиться что угодно, но вы должны вот это все записать себе на подкорку. Чем больше вы вот этих моментов будете записывать, тем проще вам потом в упадке будет вернуться в нужное состояние. Что я имею в виду конкретно? Когда я училась в школе, я помню, в первый раз посмотрела фильм «Секрет», он только тогда вышел. Первый раз в жизни сказали, что «Сила мысли работает», «Думай позитивно», «Меняй свою жизнь» — это единственная было, вообще единственная зацепка, которая была. И так как я очень впечатлительный человек, особенно в те годы, в подростковом возрасте, я настолько была воодушевлена, я настолько, я просто смотрела его постоянно, я плакала от счастья, от переполнения, что у меня вся жизнь впереди, я сейчас буду такое делать. И, в общем, я тогда настолько вот это четкое состояние зафиксировала, у меня тогда было такое вдохновение, подъем. Я даже помню, я мечтала очень быть писателем, и меня напечатали тогда в книге. Я устроилась работать в отель, потому что я мечтала о путешествиях, но никогда, естественно, не было денег, проблемы в семье, еще в личной жизни, все-все-все. И я тогда вот начала это все менять. И, собственно, то состояние настолько ярко зафиксировано в моей голове, что в этом году до меня только впервые дошло. Почему же меня так тянет вот ко всему какому-то школьному, каким-то старым программам, которые я смотрела, каким-то вещам, которые мне нравились, одежду я стала покупать, да, какую-то, которую раньше покупала. Ты пытаешься вернуть вот это состояние мозга, состояние ума, которое было тогда. И это, ребята, просто запомните, это работает сильнее чего угодно. Здесь вам поможет музыка, запахи, еда, места в городе. Пожалуйста, применяйте это только с позитивной стороны. Не нужно, если вы расстались с парнем, ходить по местам, где вы были, страдать, слезы лить и так далее. Вы должны, наоборот, это все временно, как минимум, забыть и не вредить себе. Зачем вам усугублять жизнь? Второй пункт, сделать маячки, он очень-очень эффективный. Может, вы сейчас подумаете, покопаетесь в голове после просмотра, что вас делало счастливым, в каком моменте вы были счастливы. И, например, как у меня с фильмом «Секрет», когда мне сейчас вот так я на дне, я опять его смотрю, хотя я ничего нового не узнаю, естественно. Но он помогает мне вспомнить о моих целях, о моих желаниях, о моих мечтах, о моем самочувствии. И вот об этой энергии бурлящей внутри, которая была во мне тогда, когда я только его посмотрела. И это работает просто лучше всякой таблетки. Вот честное слово. Это такая виртуальная, скажем, таблетка, которая реально способна вас за очень короткое время вытянуть. Ребят, клянусь. Следующий пункт. В каком бы состоянии ты ни находился, делай себе хорошо. Мы немножко поговорили в предыдущем пункте об этом. Это из серии «Если тебе плохо, не ставить грустную музыку, а включить хорошую музыку». Если вам плохо, не махать на себя рукой. И, например, если вы занимались тренировками, как у меня, например, вот раньше было. Когда вот ты тренируешься, хорошо питаешься, но когда тебе плохо, ты полностью забиваешь. Ты прекращаешь заниматься, ты прекращаешь питаться нормально, ты прекращаешь вот эти все вещи. Ни в коем случае нельзя. Вот сейчас у меня так. Если я даже в упадке, я вот с таким просто выражением лица занимаюсь. Делаю тренировку, но я знаю, что этими шагами, несмотря на мое настроение, я сделаю себе лучше. Тем самым я себе помогу. И мозг также в этот момент, ваш мозг, он не думает, что его бросили. Ну, не мозг, а в смысле, как сказать. Короче, в мозг посылаются сигналы о том, что все равно о теле заботятся, пытаются сберечь, пытаются как ухаживать. Нет состояния выживания, что, о боже, о нас перестали заботиться. Организм на физиологическом уровне, он включает какие-то резервы, которые на самом деле лучше оставить бы для более серьезных вещей. И, ребята, заботитесь о себе, в каком бы состоянии ни были. Я знаю, сейчас это так звучит. Но я просто вот в этом году впервые научилась это делать. И я хочу вам об этом рассказать, потому что это так хорошо работает. Когда у вас приходит состояние апатии, перегорания и так далее, вы благодарны себе за то, что вы даже, когда вам было плохо, вы не бросили себя. Да, вы сам себе самый лучший друг. Помните об этом всегда, любите себя. Ребята, как бы это сейчас не звучало, начните, вот прям выпишите себе все это и попробуйте делать. Я уверяю вас, через какое-то время, может быть, не сразу, но вам станет лучше, и вы поймете, как это работает. А это очень сильно работает. Забота о своем теле. Когда я читала, я не помню, какую статью я читала, но, в общем, суть в том, что, опять же, вот как мы уже сказали, есть связь тела и мозга, прямая абсолютно. И когда в мозг посылаются сигналы о том, что о нем заботятся, о нем ухаживают, у него нет нужды включать режим выживания. Это очень важно. Поэтому вот если вы девушка, обязательно продолжаем делать маникюрчики, ухаживать за волосами, за телом, кремы, лицо. Я, когда мне плохо, честно скажу, я уже не раз об этом на канале говорила, я перестаю абсолютно мазаться кремами, умываться нормально. Ну, то есть вот со всеми процедурами, которые я делаю в нормальном состоянии, ты не хочешь этим заниматься. И самое страшное здесь, что так как ты этим не занимаешься, ты потом перестаешь видеть в этом смысл, и таким образом ты еще сильнее себя закапываешь. Поэтому, девчонки, продолжаем наводить марафет для самих себя. Не для кого-то, не для чего-то, не для мужчины, не для друзей. Для себя. И это очень сильно тоже работает. Поэтому я это отдельным пунктом выделила, именно заботу от тех. Тоже включают в себя йогу, упражнения, езда на велосипеде. Следующий пункт, возможно, не такой серьезный, но он тоже может сыграть важную роль. Это покупка вещей, которые помогут простимулировать ваше желание заниматься любимым делом, работой, хобби, учебой. Пример, если вы занимаетесь искусством, если вы пишете картины, купите себе, не знаю, новую книгу или новые кисти. Что-то очень качественное, хорошее, дорогое, что вы давно хотели. То есть это не просто покупка на обум. Это то, что, во-первых, с моральной стороны вас порадует, а во-вторых, поможет продвинуться по... Ну, карьерная лестница здесь в искусстве, может, это не очень применимо, но вы понимаете, это поможет развитию в вашей сфере, в той области, в которой вы занимаетесь. Если вы бухгалтер, если вы юрист, не знаю, купите себе какой-нибудь планшет или новую программу. Естественно, опирайтесь на свои финансы и в связи с этим сопоставьте то, что вы можете себе позволить, но то, что будет действительно очень-очень сильным вкладом как морально, так и с профессиональной стороны, это очень помогает. То есть, например, если у меня, например, случается демотивация, ты не хочешь снимать ролики, не то, что не хочешь, у тебя сил нет, но покупка вот каких-то маленьких вещей, например, замена микрофона, покупка нового микрофона, покупка новой программы, покупка пресетов для видео, которые я использую для обработки, вот такие вещи, они меня настолько стимулируют, и я хочу просто сразу записать 30 роликов вперед. Я вам клянусь, это очень хорошо работает, поэтому советую всем прислушаться к этому совету, потому что он очень простой и действительно может вам помочь. Последний пункт, о котором я здесь упомяну, это чтение и просмотр вдохновляющих историй, интервью с людьми, которые преодолели сложности. Это все вообще начиная от каких-нибудь TED-talk, которые вы можете найти в интернете, на YouTube. Это могут быть специальные каналы на YouTube, опять же, с людьми, которые что-то добились в этой жизни, в той сфере, в которой они хотели добиться, с людьми, которые преодолели сложные ситуации. И знаете, что я могу сказать здесь? В основном, когда мы все это смотрим, плюс-минус все одинаковое. То есть даже то, что я вам говорю, по сути, возможно, вы уже это слышали миллион раз, а вот сейчас вы смотрите это в миллион первый раз. Но когда это подкреплено, вся эта информация подкреплена эмоциональным фоном, когда люди действительно прошли сложности, и они говорят об этом с такой силой, с такой силой убеждения, что ты просто не можешь не сделать, как они говорят, ты не можешь не прислушаться к их совету, и впоследствии ты улучшаешь свою жизнь тем самым. Потому что все, что мы проходим на собственной шкуре, на собственном опыте, это бесценный опыт, который вы не купите ни за какие деньги, который вы не сможете никак получить. Но когда мы делимся этим с другими людьми, это отчасти все равно может кому-то помочь. Кто-то будет учиться на чужих ошибках, а кому-то нужно обязательно шишки на лбу набить. Но и в том, и в другом случае, если люди осведомлены о какой-то информации, о каких-то проблемах, с которыми они могут столкнуться, им по крайней мере будет проще. Потому что вы знаете уже чужой опыт, вы оперируетесь на это, и вы примерно предполагаете, как можно поступить в этой ситуации, что может из этого последовать. Короче, ребята, суть одна. Чужой опыт, он действительно может нам всем помочь. Поэтому очень много успешных людей всегда начинают свои рассказы о том, что они стали такими успешными, потому что они там читали много интервью, читали много книг по автобиографиям, учились на их ошибках, и вот этот опыт весь собирали. И я советую вам, когда вы в упадке, нет вдохновения, мотивации, вот это все, о чем мы говорили, просто поищите какие-нибудь мотивирующие видео. И знаете, в таком состоянии, когда я нахожусь, для меня все эти видео, вот иногда смотришь, что, господи, опять это все мотивация, опять это все вдохновение, бе-бе-бе-бе-бе. И смотришь на это все, такой, недовольный, злой, такой, не хочу вообще, вы все меня достали просто. Я сейчас в такой глубокой же, а вы меня тут пытаетесь что-то рассказать, когда у вас там миллионы на счету, и все прекрасно, вас любит весь мир. Но правда в том, что как только мы начинаем что-то смотреть, идут какие-то изменения в нашем мозгу, и мы это все себе на самом деле записываем и берем на заметку. И это может очень сильно нам помочь. В общем, друзья мои, это были все мои советы, мои какие-то, мой личный опыт, о котором я вам сегодня рассказала. И я надеюсь, что хоть что-то из этого вам помогло, может быть, что-то просто вас вы послушали, и это вас разгрузило. Обязательно делитесь своим опытом в комментариях, в каком вы сейчас состоянии. Возможно, мы сможем друг другу помочь. Я опять в очередной раз думала, в чем же смысл моего YouTube-канала, в чем смысл моих соцсетей. Всегда, 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 с самых маленьких лет, с которых я пыталась что-то там делать в интернете, мне всегда хотелось помогать людям. Это, наверное, главная была моя задача. То есть в какой-то момент мне было сложно говорить о моральных вещах, каких-то вот об опыте рассказывать, там, что я пережила. И я стала хотя бы рассказывать о косметике и об одежде, потому что я подумала, даже в этом смысле я могу кому-то помочь сделать, например, удачную покупку и уберечь от неудачной покупки. А вот сейчас я понимаю, что мне хочется и такими видео вам помогать. Ну, я это давно понимала и знала, просто сейчас какое-то особое вдохновение, особое желание с вами поделиться. Я это все к чему? К тому, что делитесь внизу вашим опытом. Вы не представляете, как иногда чужой комментарий может помочь кому-то. Даже не мое видео, а ваш конкретно комментарий, ваша история. Поэтому не проходите мимо и обязательно делитесь своим опытом. Я очень надеюсь, что это видео вам помогло хотя бы немножечко, чуть-чуть. Пишите, кстати, о своих советах, как вы справляетесь с состоянием апатии, депрессии. Я вас очень-очень сильно люблю и огромное спасибо за вашу поддержку, потому что вот вы как раз мне на самом деле так помогаете справляться с большинством проблем в моей жизни. Я перестала сейчас очень много говорить о проблемах на канале о своих, просто перестала, прекратила. Но вот ваши все равно комментарии, поддержка, забота даже какая-то в каком-то смысле меня это настолько заряжает, вдохновляет. И мне гораздо проще справляться с какими-то моими неудачами в жизни и всеми проблемами. Поэтому я искренне вас благодарю, что вы вообще кликнули на этот ролик, посмотрели его до конца. И желаю вам всем прекрасного дня, больше улыбок, больше счастья в вашей жизни. И чтобы такие состояния были как можно реже. Поэтому давайте немножечко расслабимся, выдохнем, отпустим все напряжение и действительно посмотрим как-то на ситуацию с более позитивной стороны. Я вас очень люблю и обнимаю. Спасибо большое за просмотр и увидимся скоро в новых роликах. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова